Возрождению духовности содействует программа «Единая вера. Единая Русь святая». Именно в ее рамках в нашем городе открылась православная выставка-ярмарка «Кладезь». Проходит она по благословению епископа Новороссийского и Геленджикского феогноста и при поддержке славянского благочиния. Просите, дастся вам, ищите, обращайте, толците, и отверзится вам всякбо просяй. Православная выставка «Кладезь» открылась с богослужения, по окончании которого все желающие могли познакомиться с работами мастеров из святой лесоветинской обители. Все изделия ручной работы. Их создают в мастерских монастыря по древним технологиям. Каждая изготовлена с любовью и молитвой. Представлена керамическая мастерская, наша лечебная косметика, которая уже много лет пользуется спросом и любит наши посетители. Также представлены книги, церковная утварь. Уже много лет святая лесоветинская обитель поддерживает традицию, положенную некогда великой княгиней лесоветой, проводить благотворительные ярмарки. Все вырученные средства будут направлены нуждающимся, многодетным семьям, престарелым, одиноким и больным. Одним словом, всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря. Кроме благотворительности, организаторы выставки занимаются духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. При ярмарке работает кукольный театр «Батлейка», на спектаклях которого детям в доступной игровой форме рассказывают о нравственных ценностях, о добре и зле. Как, я здесь не один? Какое странное существо. После окончания спектакля здесь же можно посетить необычную культурно-историческую экспозицию скриптории, на которой можно увидеть, как в XII веке выглядела древняя мастерская по переписке рукописей, узнать о развитии письменности от наскальных рисунков до славянского алфавита, попадая в это пространство, как будто переносишься на несколько веков назад, где не было современных технологий и интернета, а книги приходилось писать при помощи пера и чернил. До книгопечатания их переписывали вручную в основном монахи в прицерквях, при монастырях. Они это делали стоя, потому что не было стульев сначала, потом они появились. И у нас в нашей экспозиции показано, как переписывались книги, как они перемещались, как они сохранялись, как они изготавливались. На выставке не только расскажут, как создавались книги, но и дадут возможность самим попробовать себя в роли летописца. Написать на пергаменте старославянские буквы с помощью гусиного пера и чернил. Как оказалось, сделать это нам, привыкшим к шариковым ручкам, не так-то просто. Свои работы можно будет забрать с собой на долгую память. Духовно-просветительская и благотворительная выставка-ярмарка «Кладезь» в Славянске-на-Кубани пробудет до 28 октября. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».